Субтитры создавал DimaTorzok С Днем Ангела, дорогие именинники! Сегодня наш календарь на имена пуст. Именинников нет, но это не значит, что нет празднующих. Празднует вся Церковь, празднует всеверующего Христа, поскольку сегодня Церковь празднует введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснадевы Марии. Праздник введения во храм в Писании не содержится. Он пришел к нам из предания. Из предания Церкви о жизни земной Богоматери и о событиях, сопутствовавших ее земному жребию. Итак, предание говорит нам о том, что в трехлетнем возрасте, по обету Иоаким и Анна, зачавшие, родившие отраковицу Мариам в преклонном возрасте, как подарок от Бога, отдали ее опять-таки Господу. Трехлетний возраст есть возраст, когда по обычаю еврейские матери отнимали младенцев от груди. Это видно на примере жизни пророка Божьего Самуила. В трехлетнем возрасте его мать отнесла на воспитание в Скинию, то есть в тогдашний храм, и он вырос постепенно в пророка. Образовался под воспитанием, благодатным воздействием святилища. Точно так же и Деву Марию, маленькую треледствующую Агницу, отвели в храм Божий и отдали на воспитание. А нужно сказать, что при храме Иерусалимском были специальные помещения, комнаты, где могли жить девочки, посвященные Богу, до определенного возраста. До того возраста, когда им нужно было выходить замуж, и их естество, природа женская вступала в ту пору, когда они уже готовились к материнству. Тогда они уходили. До 14 лет и Матерь Божия прожила при храме, а вот в тот день мама и папа, и Аким и Анна привели ее к храму для того, чтобы отдать Богу на воспитание и служение. Предание говорит о том, что юная, маленькая, собственно еще, Мария, с легкостью взбежала, почти взлетела по ступеням храма, хотя это было нелегко и для взрослого человека. Ступени были массивные, высокие, а наверху ее ждал первосвященник, удивившийся тому, что с такой легкостью маленькая девочка оставляет отца и мать и бежит к святилищу, как будто бы там ее родители. Это удивительное явление заставило первосвященника внимательно присматриваться к Марии, и впоследствии многие замечали, что она есть избранный сосуд Божьего промышления. В тогдашнем храме Иерусалимском уже не было ковчега, он был второй, отстроенный после Вавилонского пленения, и многие святыни народа исчезли безвозвратно. Исчез ковчег завета, исчезли доски каменные со скрижалями, которые были написаны перстом самого Бога. Исчезла тарелка золотая с манной, и Матерь Божия вошла в сей храм и осветила его своим присутствием, и туда же, в тот второй храм, приходил последствий Господь. То есть она вводила за собой в храм сей божественную благодать. В каком-то смысле праздник сей детский, потому что мы должны детей своих от младых ногтей, от пелен посвящать Господу, так как и Аким, и Иоанна посвятили свой драгоценный плод супружества Господу Богу. С другой стороны, этот праздник всех нас, потому что и мы поднимаемся по лестнице жизни, день за днем приближаемся к той встрече с Богом, и наверху лестницы жизни ждет нас первосвященник, принимающий нас на руки. Я имею в виду Христа Царя, который дает нам руку сверху и поднимает нас в небесные селения. В этом деятельном восхождении к Богу первейшая помощница нам как раз и есть Пресвятая и Преблагословенная Дева Мария, которая любит нас материнской любовью и поддерживает, когда мы хотим упасть, и подводит нас как раз к самому Господу, имея перед Ним дерзновение. Что ж, дорогие телезрители, дорогие именинники, с праздником введения во храм Пресвятой Богородицы! До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова